Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в режиме видеоконференц-связи президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Обсуждалось социально-экономическое развитие региона. В этот непростой период распространения коронавирусной инфекции, на самом деле, те меры господдержки, в первую очередь, конечно, это ваши указы о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. У нас, в том числе, и региональные выплаты есть в такой категории граждан. Конечно, это очень существенная поддержка для жителей нашей республики. У нас большое количество многодетных семей. Конечно, это очень ощутимая поддержка. Владимир Путин отметил рост сельскохозяйственного производства в Карачаево-Черкесии. Этот рост удалось обеспечить за счет производства молочной и мясной продукции. Президент отметил и серьезную положительную роль главы региона Рашида Тимрезова в развитии инфраструктуры. Также Владимир Путин поручил властям республики сохранять набранный темп по строительству детских садов. Вы упомянули о вводе ряда социальных объектов, что чрезвычайно важно. И здесь я знаю, что вы сыграли серьезную положительную роль, потому что уделяли этому много внимания. А что у вас с дошкольными учреждениями, с детскими садами? И как вы думаете, какие сроки можно эту проблему все-таки решить? Владимир Владимирович, обеспеченность в дошкольных учреждениях детских мест от 3 до 7 лет у нас 100%. От 0 до 3 у нас 81%. Но только в этом году мы вводим 13, как мы их в простонародье называем, яслей. И на следующий год у нас еще 11. И мы эту проблему в 2021 году снимаем. Мы 8 900, я к вам обращался в 2012 году, выдавали соответствующее поручение. Мы ликвидировали очередность 9 тысяч детей, 9 тысяч мест в детских садах. Мы построили более 40 современных детских садов. То же самое могу сказать и про среднюю школу. У нас порядка 30 школ еще, которые в двухсменную, в две смены учатся. У нас, слава богу, нету школ, которые учатся в три смены. И мы перед собой задачу поставили. И при реализации национального проекта образования мы снимем проблему с двумя сменами. То есть присядность. А то, что касается дошкольных и образовательных учреждений, в следующем году, в 2021 году, мы полностью снимаем очередность от 0 до 3. Сегодня у нас пока обеспеченность 80%. Хорошо. То есть тот темп, который вы набрали за последнее время, по вашему мнению, даст вам возможность закрыть эту проблему в следующем году? В следующем году мы закроем от 0 до 3. Соответственно, мы полностью снимаем. Но при этом, конечно же, Владимир Владимирович, у нас все равно остаются проблемы тех детских садиков, дошкольных и образовательных учреждений, которым уже на самом деле много лет. Но мы свою региональную программу ведем по капитальному ремонту, по реконструкции. Вот здесь нам и правительство Российской Федерации помогает. Сняв полностью очередность, мы, конечно же, возьмемся и за то, чтобы у нас все дошкольные и образовательные учреждения были в нормативном состоянии. Хорошо. Рашид Владимирович, ваши документы, обращения у меня есть, я их соответствующим образом оформлю и хочу пожелать вам успехов. Будем дальше решать те задачи, которые вы сейчас обозначили в беседе и которые изложены в ваших письмах и документах. Спасибо. Всего хорошего. Уважаемый Владимир Владимирович, если позволите, я все-таки не могу вас, хотел бы вас от души очень искренней, от лица всех жителей еще раз поблагодарить и пригласить в Карачаево-Черкесскую республику. Мы, согласно вашему указу, в 2022 году будем отмечать 100-летие республики и хотел бы, чтобы вас пригласить, посетить Карачаево-Черкесскую республику, когда у вас будет такая возможность. Хорошо. С удовольствием. Я всегда бываю у вас редко, но бываю с большим удовольствием и интересом смотрю за тем, как республика развивается. Спасибо вам большое. Обязательно это сделаю. Всего хорошего. Расширенный материал с видеоконференц-связи главы государства и Рашида Тимрезова смотрите в воскресенье ровно в 8 утра на нашем канале в итоговой программе «События недели». Депутаты регионального отделения «Единая Россия» продолжают контроль за реализацией национальных и партийных проектов на территории республики. Во время очередной поездки парламентарии посетили аул Вакожили, где сейчас идет строительство детского сада. Началось оно в ноябре прошлого года. Дошкольные учреждения рассчитаны на 80 мест. Площадь нового здания составит 700 квадратных метров. Рабочая группа приезжала сюда месяц назад. Тогда строители только возвели корпус и приступали к внутренним работам. А сегодня уже заканчивается процесс установки кровли, наружного утепления и штукатурки помещений. Кроме этого, появились каркасы для детских беседок. В ходе мониторинга депутаты обнаружили небольшие отставания от графика, но подрядная организация все же планирует уложиться в сроки сдачи объекта. Число зараженных коронавирусной инфекцией не снижается, и Министерство здравоохранения Карачао-Черкесии принимает все необходимые меры для стабильного функционирования ковид-госпиталей. На сегодняшний день на территории Карачао-Черкесии работают четыре госпиталя на базе городской клинической больницы, противотуберкулезного диспансера, правокупантской участковой больницы и Усть-Жигутинской. Всего по региону 550 больничных коек. Также проработан вопрос кадрового обеспечения ковид-госпиталей. На сегодняшний день у нас работает медработников около 600 человек. Укомплектованность у нас с врачами и средним персоналом 88-89%, младшим персоналом мы укомплектованы полностью. У нас создан резерв, у нас есть люди, которые работали весной в госпиталях, потому что весной мы работали на 7 госпиталей. У нас там 615 человек в резерве, которые в случае открытия дополнительных госпиталей будут также привлечены к работе. По кадрам проблем пока нет. Наши врачи, средний персонал, обученный на портале НБО, которое положено 36 часов. В случае необходимости при открытии дополнительных инфекционных госпиталей, медицинские кадры из резервного фонда будут привлечены. И вести за перштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в республике более 8 тысяч. Из них 5 тысяч выздоровели. Госпитализировано 514 человек. Ну и время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 6-11, днем 22-27, а в горах ночью до плюс 6, днем до плюс 20. В большинстве районов высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 9-11, днем 25-27 градусов тепла. Мегадешевизна в магазине «Ветские меха». Только до 31 октября. Норка за 37 тысяч рублей. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Рядом с магазином «Магнит». Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Флорида, Моди, Либерти и Голден. Все эти сорта яблок собирают в садовом хозяйстве «Трам» в ауле «Красный Восток». Площадь сада 34 гектара. Какие трудности испытали в этом году аграрии, с чем они связаны, а также какие плюсы с развитием этой отрасли, отмечают селяне, расскажет Альбина Ламкова. Садовое хозяйство «Трам» начало свое развитие 4 года назад. Много трудностей испытали и аграрии на начальном этапе. Из-за холодной погоды саженцы замерзали. Польза была только зайцам, которые сполна насытились. Но несмотря на потери, сад получил неплохое развитие. Он постепенно разрастается. Мы долго думали, чем помочь аулу и решили сделать сад. Мы начали с маленького сада, и он у нас превратился в большой. Проблемы были начально, когда деревья были маленькие. Зима была, зайцы трудились, не покладая рук. И у нас вот сад вырос. Жанна Гумжачева в Яблоневом саду работает с первых дней. Люди благодарны за заботу, рабочие места и за достойную оплату. Мы сажали деревья, мы пололи деревья. Теперь вот уже второй год собираем яблоки. Ну, начальство у нас, ну, хозяин очень хороший. В начале весны этого года деревья были усыпаны яблоками. Садоводы не могли нарадоваться будущим урожаем. Но все планы их разрушил град. Хоть плоды и пострадали, но вкусовые качества остались, говорят садоводы. Ничего в хозяйстве не выкидывают, списывая на отходы. Все яблоки сортируют. Раненые перерабатывают на соки, хорошие продают. Спрос на фрукты есть, так как они уже прославились своими вкусовыми качествами. Сюда приезжаем, берем для семьи, на зиму заготавливаемся. Ну, очень вкусные яблоки, тем более в горах, это вообще прекрасно. Вкусовые качества вообще отличные. Ну и хранение, вот тут ребята объясняют, какой сорт как хранится, вот так и берем. Преимущество здесь яблок, в условиях высокогорье они растут. Вкусовые качества совсем другие, сочность другая. Есть боли, которые имеют лечебный эффект, дают. Особенно сорта Либерти, Флорина. Много трудностей и становлений приходится пережить садовому хозяйству Трам. Но садоводы не опускают руки. Впереди много планов. Это противоградовые сетки для защиты фруктов и увеличение урожая с помощью расширения территории сада. Так как яблоки очень полезны и пользуются успехом. А чтобы осуществить поставленные цели, необходима господдержка. Отметили аграрии. Альвина Ламкова, Заурлиев, Мухаммед Ашибоков. Действие Карачаево-Черкесия. Малокарчаевский район. Добрый кофе для солнечных детей. По таким названиям сегодня в Карачаево-Черкесии стартовала благотворительная долгосрочная акция, инициированная Общественным советом при МВД по Карачаево-Черкесии молодежным движением. Жители и гости республиканской столицы с удовольствием присоединились к акции. Они покупали горячий кофе, а в качестве угощения получали конфеты и печенье. А персонажи из любимых мультфильмов поддерживали отличное настроение горожан. Все вырученные средства будут направлены на нужды семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также будет оказана адресная помощь детям-инвалидам. Организаторы призывают всех желающих присоединиться к данной акции. Вырученные деньги сегодняшней акции, и она долгосрочная акция, поэтому дальше она будет у нас крутиться в социальных сетях. На вырученные деньги мы думаем, что приобретем те необходимые вещи для детишек с ограниченными возможностями. У нас есть семья, которая находится по Зеленой улице в городе Черкесске. На пятом этаже живет ребенок с тяжелой формой ДЦП. Он проживает в семье с 4 человека на 9 квадратных метров, а ребенок с тяжелой формой ДЦП. Таким был четверг Карачао-Черкесия. Прямо сейчас продолжение фильма «Возвращение». Приятного просмотра и ждите вестей. Субтитры подогнал «Симон»!